Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, автор им разляк Полонский и Кир под номером 695, и найдем значение выражения. Итак, перед нами выражение, но оно еще не подготовлено для того, чтобы искать его значение. Во-первых, действие в скобках. У нас сложение смешанных чисел, у которых разные знаменатели, поэтому нужно привести дробные части к общему знаменателю. Во-вторых, смешанные числа у нас с вами, остальные задействованы в действии умножения. Для того, чтобы перемножать смешанные числа, нужно сначала преобразовать их в неправильные дроби. Именно этим мы с вами и займемся. Итак, в скобках приведем дроби к общему знаменателю. Знаменатель первой дроби 12, кратный 4, поэтому общий знаменатель будет 12. Дополнительная множителька второй дроби будет 3. И тогда запишем. К 1,112 мы прибавим 1,312. Мы применили основное свойство дроби, умножая числитель и знаменатель на одно и то же натуральное число, получили дробь, равную данной. Далее мы умножаем на 1,1956. Преобразуем это смешанное число в неправильную дробь. 1 умножаем на 56, это 56, плюс 19, 75 числитель. Знаменатель остается без изменений. 3 следующие смешанные числа являются множителями, преобразуем их в неправильные дроби. 2х8, 16, 16, плюс 5, 21 числитель. 8 в знаменатель, без изменений. Умножить. 1х7, 7, плюс 3, 10 седьмых. 1 умножаем на 9, 9 плюс 1, 10, 9. Все, мы подготовили наше выражение к выполнению действий. Первое действие будет в скобках. Далее по очереди. Второе действие. Результат первого действия мы умножим на 75,56. Третьим действием мы объединим произведение трех множителей и четвертое действие сложения. Итак, первое действие. Складываем дроби с одинаковыми знаменателями. К 1,112 прибавляем 1,312. Складываем целые части 2 целых. Знаменатель без изменения 12. Числители складываем 4. Дробная часть этого смешанного числа, сократимая дробь, сокращаем ее на 4. Получаем 2 целых и 1 третью. Так как результат первого действия является множителем, то мы преобразуем сразу это смешанное число в неправильную дробь. Дважды 3, 6 и плюс 1, 7 третьих. Вторым действием мы результат первого действия, 7 третьих, умножим на 75,56. Произведение дробей это дробь. В числителе произведения числителя 7 умножаем на 75, а в знаменателе произведения знаменателя 3 умножаем на 56. Сокращаем дробь на 7. В числителе 7 делим на 7 1, в знаменателе 56 делим на 7 это 8. Сокращаем дробь на 3. В числителе 75 можно представить как 60 плюс 15, 60 делим на 3 20, и 15 делим на 3 5, получаем 25. В знаменателе 3 делим на 3 это 1. Итак, получили дробь 25 восьмых. Выделяем целую часть. 25 делим на 8, берем по 3, 3х8 24, а 25 отнимаем 24, 1 восьмая. Третье действие. Произведение трех дробей это дробь. В числителе произведения числителей. 21 умножаем. Давайте сразу 10 умножим на 10 это 100. В числителе 8 умножаем на 7 и на 9. Сокращаем дробь на 7. В числителе 21 делим на 7 это 3, в знаменателе 7 делим на 7 1. Сокращаем дробь на 3. В числителе 3 делим на 3 1, в знаменателе 9 делим на 3 это 3. Сокращаем дробь на 4. В числителе 100 делим на 4, это 25. В знаменателе 8 делим на 4, это 2. Получаем 25 шестых. Выделяем целую часть. 4 целых. 6 у 4, 24. А 25 отнимаем 24, это 1. И знаменатель 6. И последнее четвертое действие. Нам нужно найти сумму результата второго действия 3,1 и результата третьего действия 4,1. Найменьшее общее кратное для 8 и 6 24. 24 делим на 8 3. 24 делим на 6 4. И тогда к 3 целым и 3 двадцать четвертым мы прибавим 4 целых и 4 двадцать четвертых. Складываем целые части. К 3 прибавляем 4,7. Знаменатель 24 переписываем. В числителе сумма числителя. К 3 прибавляем 4,7. 7 двадцать четвертых дробь несократимая, поэтому это и будет значение данного выражения 7 целых и 7 двадцать четвертых. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok